всем здрасте дубль 2 потому что вначале сказала что-то такое за чтобы на меня наехали какие души в душу ранимые люди которыми иногда на канале прыгают но так как видос будет посвящен покупкам не только покупкам но еще одной теме можно сказать слегка болтологически то наверное прибегут все равно другие в душу раненые люди в общем видос посвящен покупкам тут мне кто-то сказал что если я буду чисто почаще типа делать обзоры покупок если я буду делать покупки то обозревать их вообще тупо ходила послали родственнички магазин но я попутно зашла еще купила себе вот у меня хочет залезть куда-то там ну я думаю вы его может быть частично видите в карте короче есть такой магазин мир фруктов я думаю в каждом городе но может не в каждом наверно есть в каком-нибудь городе помимо углича какой-нибудь магазин где продают фрукты и овощи чисто вот чаще всего без чека и в таких коробочках вот ты не выбираешь выбирать продавец и возможно тебя слегка еще обманывают совет но это уже опустим бабушка говорила что был какой-то еврей в ее молодости она продавцом работала помимо прочего и говорил этот еврей что если он в день кого-нибудь на копейку не обманет то будет плохо спать в общем такая курага 550 рублей за килограмм у меня тут на сто двадцать девять где-то вышло и в общем она такая крупная когда-то крупную курагу покупала не помню где она мне очень понравилось искала искала вот нашла думаю что это та самая курага которая мне нравилась это в мире фруктов потом меня занесли черти в дикси и я купила себе минтая минтай шел типа по скидке 80 рублей на самом деле мне пробили его по 160 потому что видимо ну дикси продавцы любят же немножко как бы обманывать покупателей увидела это уже дома знала бы купила бы другой кусок потому что там по 160 был кусок в два раза больше ну да фиг с ним короче тут у нас минтай 5 процентов в глазури ледяной и 95 процентов минтая палтус оказалось как мне родня сказала какая-то очень крутая рыба и значит палтус мне очень понравился я уже его захомячила в два присеста и я поняла что вот эти вот действительно мало воды много рыбы решила купить семян то я покупала минтая на развес в мясном леду там настолько был перемороженный минтай там было 30 процентов минтая остальное процентов воды вот я думаю потом как-нибудь сваять его тоже на свином жире посыпав сыром тертым положим пока его сюда хотя не будем ложить там у нас код который возможно я конечно не знаю но хрен его знает может он раздирать год потом меня занесло в пятерку пятерка я совершенно ничего не надо было но видимо я хотела есть а то что попросили посмотреть там тупо не было вообще и так как у меня закончилось молоко но я вовремя не предупредила и был шанс вообще что я позвоню допустим сегодня что у меня молоко закончилось а там привезли мне бы пришлось пилить за этим молоком а у меня перевод висит и как бы меня все кому не лень отвлекают короче говоря в общем купила я молоко 49 рублей уж не помню молоко сарафанова отборная 3 и 8 процента жирности в составе тупо молоко а так как у меня тут одно животное страдает что ему молоко не дают передают но мало да и так что то я думаю ну может так какао сделаю себе по-быстрому перекус такой быстрый какао может так и сметана мне у них понравилось короче купилась и молоко потом не надо это ничего ты ли тут отсюда я купила себе печенька когда-то она мне нравилась но она все время попадалась какой-то ну так где никто не угощала но попадалась какой-нибудь добавка я тут принципе практически без добавок просто обычная оригинал соленый тук я так понимаю что тук это этот крекер такой да и не сказать что мне перевод тяжелый перевод легкий но что-то вот как-то натыкается мне потом я увидела какие-то мармеладные конфетки с какой-то жерейкой внутри что-то 160 рублей килограмм или как-то так не знаю сколько у меня вышло я что-то в чек еще не лазала купила себе пакетик этих самых увидела на выходе ну да шоколада там мне вообще мало офигеть как мало мне там подарили шоколад черный от лада шоколад не черный от лёльки шоколад еще какой-то вот я увидела тут милку dark milk это кажется черный шоколад я только я заметила даже не замечала название не глянула новинка с ароматной малиной насыщенной и нежной ну да там сублимированная малина в составе 85 грамм по-моему 60 рублей она сейчас стоит в этой самой пятерке меня еще знакомая подловила библиотекарша это всякой сладости накупила и тут я поняла что купила всякой фигни еще мне очень хотелось зефира и вот я увидела бавруйский первый мне по-моему такой зефир ну именно такой но похоже приносила или ирка или даже кто-то из моих этих самых подружек зефир сахарный буря из местных сортов яблок с мариной в общем розовый зефир так и походу дело это все что я купил много шума из ничего хотел думала что что-то дофига купила но в общем печенька зефирка куражинка это вот из той серии полезных вкусностей когда нибудь я их все-таки обозрю может даже с примером а теперь еще вот такая тема там люди у меня еще в трансляции спрашивали я конечно была уставшая больше не буду такие длинные делать надо как-то время себя замечать и если много комментов идет то как-то их быстрее читать или не все которые там есть но и короче говоря надо делать ее покороче часа полтора у меня очень сильно устают глаза как я заметила это если смотреть на камеру это даже в чисто не в камеру в этот квадратик чтобы смотреть понимать правильно ли я сижу и туда ли я смотрю и на окошечко с каментами то очень глаза устают у меня от компа надо часов 12 у компа провести чтобы глаза устали чем вот эта трансляция у меня даже вот так вот мутно как-то перед ними становится короче глаза у меня очень устали тогда пять часов только уснула жуть мало того что отходняк все такое идет это ладно это про одно а про то что говорили еще в трансляции до этого спрашивали хотя я уже говорила когда последний конкурс проводил короче насчет конкурса там типа мыло или что-то такое разыграть первом конкурсе у меня было мыло в подарке но так как человек вообще никаких признаков жизни не сказал по поводу мыло это поняла что там чуть но якобы дети съели не знаю как мыло могли дети здесь куда она там смотрела может быть действительно дети съели но у меня ощущение было такое что вот она получила подарок и выкинула его потом есть у меня такая подружка если я скажу ее имя то возможно она выйдет этот видос и вот очередной конфликт где я конечно вся такая плохая она такая супер хорошая и я там что-то не поняла и хочу с ней конечно же поругаться вот смысл жизни просто с ней поругаться короче она всегда всем везде говорить как она любит натуральную косметику особенно ручной работы я подарила пару мыл на нашу очередную какую-то встречу года допустим три назад ей и допустим ее детенышу скажем так и вот получилось так что она ну не то чтобы негативно но отозвалась так как и как бы вот очень странно было я люблю натуральную косметику ручной работы а тут я подарила фи такое в общем у меня было очень какое-то слегка ну остаток остался скажем негативный осадок остался от всего этого действия вот что-то нашел и грезет ну да ладно в общем и это вот по поводу конкурса ну типа там было я конечно не против но второй момент у меня совершенно нет мотивации вот люди я понимаю что до хрена людей которые любят халяву которые привыкли все на халяву делать и там пять секунд допустим рекламы у меня не посмотрят видео некоторые пишут даже из принципа эти смотреть не будут да вот но некоторые кто пишет писал что специально отключает блок от блок конечно спасибо вам но допустим у меня просмотров 60 тысяч в месяц идет и из них только 5000 тех кто смотрел рекламу 60 тысяч допустим у меня людей или там ну меньше допустим если смотреть что мне видео как бы меньше но 60 тысяч просмотров пять процентов пять из них тысяч это рекламу кто-то смотрел это допустим так можете конечно писать свои офигительные каменты да кто ты такая да что ты за себя возомнила как мне тут писали в разное время я даже ваши каменты удалять в этот раз не буду пусть люди смотрят какие бывают ну как бы как сказать халяву любят все ну не настолько все что на халяву уксус сладкий я вот как-то не участвую в конкурсах которые мне вообще не интересны вообще не участвую в конкурсе потому что как бы я не особо что и выигрываю за всю свою жизнь только один зонтик просто выиграла который с названием была единая россия там такая наклеечка очень хороший зонтик был на самом деле в 2007 году я к тому что если вы хотите конкурс то задонать тем не монетку с расчетом что в эту сумму пойдет оплата за доставку и оплата за материалы которые пойдут вот допустим на то же мыло и камента ставьте донат типа на организацию конкурса в таком случае ваше имя я как бы скажу если вы хотите когда организую этот конкурс скажу типа вот благодаря такому-то человеку я провожу конкурс и возможно этот человек получит так как это все будет методом тыка выбираться этот эту самую мыло возможно это получит какой-то другой человек это вот так да это как бы про что говорила про стимул ну если конечно вы хотите выразить спасибо просто так то ссылка на донат есть в инфобоксе так сказать под этим видео там ссылка и на карту как мне тут товарищ влад писал ричку что типа удобнее на карту потому что допустим на донателлер или как он там в общем сайт с этим донатом там как-то очень большой такой процент откусывается один единственный раз человек не запошлял очень большое спасибо наташа но как-то с выводом там настолько напряжной точно так же как с этим супер чатом на r вот даша меня поймет там у нее то есть если шмидт у нее там тоже проблема с этой монетизации вечно бывает на канале что супер чат как бы р поддерживает но вот еще технические возможности у нас не позволяют это все вывести она где-то там копится короче всем кто запашлял бабла на супер чат большое спасибо за ваши платные комменты когда нибудь эти деньги увижу будем надеяться если кто-то там будет говорить что типа я должна еще что-то там то в принципе это довольно такая кропотливая работа снимать эти видео это дохрена и времени тратится особенно если при монтаже и устаешь а дофига как я и стрим это в принципе делаю чисто я вот не понимаю смысла я так единственное что я поняла что почему-то стримы людям нравится также как smr типа когда smr параллельно когда стрим стримы по воскресенье будут если конечно у меня там вот какое-то настроение и кто-нибудь сильно меня уломает то может пока по каким-нибудь будням но так как я понимаю что в основном будни люди работают большинство людей работают будни то надо проводить вечером а вечером не неудобно у меня потом бессонница начинается а выходные можно днем потому что все дома ну как бы не всегда все дома но я подозреваю что все таки удобнее днем хотя когда там на улице хорошая погода то мне хочется на улицу а не потратить два с лишним часа или полтора часа или как-то так на сиденье у монитора и тыркаться в каменты и ваше сообщение в чате и чего-то там еще говорить ну и да если хотите можете массово от меня отписываться если вас что-то не устраивает еще конечно же предлагаю вам массово вылить свою желчь каменты на тему кто ты такая да кстати на щеке меня снова возобновили в обсуждениях то мне даже кто-то с прошедшим подарил спасибо насик подарю меня с прошедшим ну что-то я вообще еще хотела сказать может можно назвать видео продукты негативная лёля ну и наверное он я тут на 13 минут уже заговорила всем спасибо кто осилил да если вы поддержите мои благие начинания монеткой то вам еще и спасибо за это ну и всем пока спасибо